Откуда вы узнали о митинге? С интернета. С интернет-соцсетях, да? Ну, вот такими мероприятиями, собраниями, что, чего считаете добиться? С построением информации и все больше всего. Чтоб люди поняли, сплотились, поняли, что тех, кто сидит в правительстве, этим меньше. Вы поддерживаете точку зрения, что на выборы не нужно идти? Вот это в принципе я хотел сказать. Можно сказать огромное спасибо, что нас просто выперли. Гайдпарк сделали где-то на окраине города. Ни администрации, ни парк. Вот что мешало сделать гайдпарк на поле между пятым и восьмым? Там что, какая-то ваша машина ездит по этому полю, что ли? Там мы кому-то помешали, что ли? Почему нас выперли? Ну, я не знаю, в Желградах нас бы еще были, я не знаю, в Вольг. Ну, я не знаю, куда-то туда, на С. Почему вы сегодня пришли? Откуда узнали? Узнали из интернета, ребенок узнал. Хотелось бы оппозицию вместе, это самое главное. Ну, вот вот такими мероприятиями вы какую цель ставите, чего добиться? Добиться, чтобы выборы были честные люди, они заранее уже все спланированы. Ничего себе, у нас одна стагната. Раньше не ходила, еще последние три года хожу. Угу, на эти выборы. И вот друзья захватили, просто узурпировали ее. Что? Ну, скажи с вами по мнению. Я на выборы не пойду, хотя собралась, я хотела сходить и проголосовать за Навального. Я хотела проголосовать за Навального, потому что те законы, которые издаются сейчас, они ужасны. Они затрагивают то, что нам все взорвало, люди в это интернет, это наша свобода. И я вижу, что наши государства скатуются в тоталитаризм. Мое отношение вот к этим недовыборам, это знаете, как вот можно сравнить с одним скоблезлым советским анекдотом, когда дедушка молится перед иконой и говорит, господи, укрепи и направь, а бабушка говорит то, что, да господи, ты только укрепи, направить-то я и сама смогу. Вы знаете, то же самое. Вот я лично сам для себя считаю, проголосую я за Путина. Не проголосую я за Путина. Вы все проголосуете там за Путина, за Гнутина, за кого угодно. Но я лично уверен, и все вы здесь знаете, что победит на выборах Путин. Поэтому нас, вообще миллионы граждан по Российской Федерации, лишили законного конституционного права избирать. Потому что это не выборы. Когда жулик и вор раздает корабленные карты, когда уже все понятно, исходы этой игры, результаты этой игры понятны. И вот наступает 18 марта, и когда говорят, что вот сейчас у нас состоится мероприятие по выборам. Но уже и так понятно, исходя из того расклада, что никаких выборов не будет. Уже все заранее решено. И нам милиция нужна, что ли? Мы без нее пошли. Они за наши деньги пытаются нас во всех городах. Но у нас к счастью еще не задерживают. Это к счастью. Кстати, о выборах. Вот только что ко мне человек подходил. Он работает главврачом в Центральной городской больнице. И он говорил, что 10 сентября на муниципальных выборах их заставляли голосовать за Единую Россию. Ну, вот мне врач предал, я вот иду в труда просто тебе дарю. Вопрос в том, что мыслом, вопрос в том, чего мы добьемся забастовки выборов. Ведь на самом деле 90-х годов она и так происходит. Сколько вот у нас реально граждан голосуют с приписками со всеми? Сколько? Забастовка заключается не в сидении 18 марта дома на диване, а активная забастовка. Выход на улицу. Показать, что... Вы понимаете, от того, что сколько придет людей на избирательный участок, от этого ничего не изменится. Вы же не словали процент всех. Конечно, да сколько раз, каждый раз через одни и те же грабли. Это 71 процент. 77. 77. 77-71. У Зюганова там 18-18, ну, Грузинина в этом году будет. Так же все наберется. Сколько бы там ни приходилось, каждый раз одно и то же. Ну, сколько через эти грабли, на эти грабли можно наступать? Ну, смешно, конечно. Вопрос будет свернуть на ворог ядки. То есть вопрос об системе... Да, его сняли, он в 2006, да, году? Сам Пусин. У нас... С этого момента все и началось. То есть надо вернуть законность проведения выборов, потом уже ходить и что-то говорить. Даже речи не... Там было написано, что вообще-то не менее 50 процентов населения должно проголосовать. Да, да, да. Поэтому начало идет вот от того, как организованного выбора. По идее, они делают, что хотят просто. Вот пришел в 2008-м Медведев, сделали 6 лет президентства, заходят, они вообще бесконечно сделают, монархию просто устроят. А форумов уже пишут, что хотят его на царствование помазать, как говорится. На царствование, а Госсовет в 2024 году, где Путин будет просто избираться с ограниченным кругом лиц, с председателем этого госсовета, который не будет избираться, а просто будет человеком назначаться. Ким Чен Путин. Ким Чен Путин. Да, Ким Чен Путин.